Про страны Балтии. Что здесь нужно сделать, чтобы уровень жизни поднялся до уровня жизни северных стран? Вот вы как экономист, что вы думаете? Для этого надо проводить реформы по расширению экономической свободы. Экономическая свободы. Это большой разговор, и для этого потребуется не одно десятилетие, потому что это такой большой процесс. Балтийские страны могут расти на 6-8% ежегодно. Если они будут расти так лет сорок, то они это гонят за свои сессии. Через сорок лет? Может быть и быстрее, в зависимости от скорости, от темпов. От того, какие темпы будут у них, если у них сейчас темпы будут такие, как сейчас, у них не очень высокий темп, то тогда балтийские страны смогут это сделать, имея 6-8% ежегодно. Считаете ли вы, что богатые должны платить больше? Что? Что богатые должны платить больше. Я думаю, что каждый должен платить за то, что он получает. Есть некий процесс, если, например, налогово воспринимать как взнос совместного производства, то опыт показал, во-первых, теоретические исследования это выявили, и потом практически опыт показал, что плоская шкала подоходного налога дает максимальные сборы средств, в том числе и из богатых. Так что, вот, флайт-такс, плоская шкала подоходного налога, изобретенная Алвином Рамбургой, в середине 90-х годов в Санкт-Петербургском университете, сейчас является, пожалуй, наиболее удачным решением этого троса. И надо не увлекаться слишком, так называемой, скандинавской модели, слишком повышением удельного веса перераспределения средств через государственный бюджет. То, что в свое время знала шведская модель, шведский социализм, то, что убила Швецию, доведя размеры перераспределения государственных, экономических средств до 70% через государственный бюджет, это убийство. Убийство и скандинавской модели, убийство этих стран, убийство Швеции, убийство... Финляндии? Ну, сейчас, слава богу, прошли некоторые реформы, уровень налогообложения и уровень государственных расходов снижены, и это дало хоть какой-то такой признаки жизни, экономической жизни. Но по-прежнему уровень перераспределения через госбюджет 50% в ВВП, полосально. Скандинавия стала Скандинавией, северные страны стали северными странами. Европа стала Европой, когда уровень перераспределения средств через госбюджет были 10-15% в ВВП, максимум 20%. А что вы думаете о, безусловном, основном доходе? Считаю, что это ошибка. Почему? Ну, потому что ошибка, потому что каждый человек должен жить на то, что он зарабатывает. Потому что нет такого господа бога или какой-то другой силы, которая должна работать на тебя. Пока ты маленький, да, тебя кормят мама с папой. А когда ты пожилой, тебя кормят дети или внуки. Но, в принципе, другие люди не должны тебя кормить. А если нет работы, то что делать? Надо устраивать условия, создавать условия для работы. Уничтожает работу, вот это перераспределение доходов через бюджет, о котором мы говорили. 50-70% ВВП убивают работу. Они не дают возможность работать. А не кризис управления? Ну вот, если правительство не может создать эти рабочие места, то, может быть, проще дать деньги людям, чтобы они сами... Нет, для того, чтобы люди работали, надо снижать налоги. Надо снижать налоги, надо снижать регулирование. Тогда люди будут работать, тогда люди найдут. Надо снижать или ликвидировать минимальный заработок. Совершенно не нужная вещь. А что вместо этого? Да ничего не нужно. Почему? Вот сколько приходят на рынке, договорились, все. Вопрос, почему нет работы, потому что по завышенной минимальной зарплате невозможно найти работу, потому что бизнесменные не могут платить такую высокую заработную плату, потому что такое регулирование и такие высокие налоги. Снижайте налоги и снижайте или отменяйте минимальную заработную плату. И вдруг внезапно обнаружится огромное количество рабочих мест. Подовиньок, это как в сказке. Все так и получится. И тогда проблема будет в Балтии не потому, что люди уезжают отсюда и ехать в другие европейские страны. Будет проблема другая. Понаехали, все хотят здесь теперь работать. А бизнес нужно регулировать или нет, как вы считаете? Ну, минимальное, конечно, регулирование необходимо, потому что, ну, минимальное, оно касающееся самобазовых требований безопасности или на технике безопасности, но не тем, чем заниматься, как заниматься. А вот американские корпорации, и о них очень нехорошо пишет... Американский писатель... Ну, да, последний вопрос. Майкл Мур в своей книге, ведь они сверхприбыли получают за счет того, что увольняют людей. Вот как, вот что вы об этом думаете? Ну, я не знаком с этим автором, и среди известных мне экономистов такое его имя не значится. Майкл Бур, но он, извините, пишет о том, что государство, наоборот, спонсирует даже корпорации, давая им там какой-то волфея там и так далее, да, поддерживает их. Ну, из того, что вы говорите, это явно слова не экономиста, не имеющего представления ни об экономике, ни о государстве. А, вот так. Окей. Хорошо. Хорошо.